То, что я хочу вам сказать в отведенное мне время, сводится, в общем-то, к единственной фразе. Она известна каждому русскому человеку, и я думаю, она хорошо известна вам. Вы давно были с нами, вы много были с нами в одной стране. Не верь, не бойся, не проси. Пункт первый. Чему не надо верить? Если у кого-то в этом зале, за его пределами, есть еще хоть какие-то иллюзии о том, что Россия – это европейская страна, что это страна, в которой строится демократия, пусть еще несовершенная, формирующаяся, новорожденная и так далее. Выкиньте эти смешные иллюзии из головы навсегда. Россия – это не Европа. На нашей с вами жизни она никогда не будет Европой. То, что сейчас там, это, конечно же, не строящаяся демократия, не формирующаяся демократия, а это власть чекистов, ну, то есть работников спецслужб и бандитов. Симбиоза чекистов и бандитов. Если вам кажется, что в России есть какие-то названия, например, на доме написано «банк», не верьте, это все видимость. В России нет крупной частной собственности. В России есть власть-собственность, то есть некий симбиоз. Если у тебя есть деньги, ты можешь дорваться до власти. Если ты дорвался до власти или находишься в правильных коррупционных отношениях с теми, кто при власти, у тебя есть деньги и собственность. А если ты с ними поссорился, то завтра у тебя не будет ни денег, ни собственности, а может быть и не будет головы. Если в России происходит некое мероприятие, которое называется «выборы», не верьте, это не выборы, это не выборы президента, это не выборы парламента, это спецоперация, это спецоперация, которую проводят чекисты. Она является спецоперацией на всех своих этапах, начиная с выдвижения кандидатов и кончая подсчетом голосов. На последних выборах я был наблюдастым, так что этот подсчет голосов мне хорошо известен. Мне немножко непонятно, что заставляет некоторых европейских политиков не желать это видеть. А что заставляет их на протяжении двух десятков лет называть российских бандитов и российских чекистов или одновременно бывших бандитов, ставших чекистами, или бывших чекистов, ставших бандитами, что заставляет называть их наши коллеги, наши восточные партнеры, и что заставляет их призывать сотрудничество, кооперации, интеграции и так далее. Россия может быть интегрирована в западный свободный мир только в том смысле, в каком раковая опухоль интегрирована в организм. Других способов интеграции на обозримом будущем у нас не будет. Бессмысленны, многократно провалились и обязательно провалятся в дальнейшем. Все попытки умиротворить, уговорить, упросить, объяснить российским лидерам, как это хорошо быть свободно выбранными лидерами свободной демократической страны. Это, простите меня, смешно. Непонятно, что заставляют лидеров Европы, лидеров Соединенных Штатов Америки на протяжении 15 лет заниматься этим делом, заглядывать в глаза Путина и говорить, я посмотрел в глаза Путина и видел там глаза честного человека. Как я уже сказал, у власти в России находится, это очень важно отметить, не просто корпорации работников спецслужб, корпорации чекистов, о чем говорят многие. Важно все-таки отметить, что это симбиоз, это два, двоединый дракон с двумя головами. Одна голова это чекисты, а вторая голова это бандиты. Можно ли пытаться уговорами, просьбами, демонстрацией слабости чего-то добиться от подобных людей? Ответ очевиден. Нет. Люди, которые становятся бандитами, люди, которые становятся чекистами, обладают определенным психологическим складом. Важнейшая составляющая этого склада, это чувство своего превосходства над окружающими, чувство презрения к окружающим. Без этого внутреннего чувства люди не становятся бандитами, а став бандитами и постоянно применяя насилие, причем незаконное, внезаконное насилие, они еще более укрепляются в представлении о том, что они выше всех, а все остальные это презренные черви. Любая демонстрация слабости перед такой публикой только провоцирует агрессию. Это написано в любой брошюрке, в любой брошюрке, в которой детей в старших классах школы учат основам безопасного жизни в обществе. Не демонстрируйте слабость, если вы ночью оказались в темном переулке, не жмитесь, не прячьтесь, не прижимайте стеночки. Таким поведением вы провоцируете возможных пьяных хулиганов на то, чтобы они проявили по отношению к вам агрессию. Это написано тысячу раз во всех брошюрах. Что-то мешает политическим лидерам Запада понять эту простую истину. Чем более вы, не вы, я имею в виду, конечно, не присутствующих в этом зале, чем более Запад будет демонстрировать слабость, тем больше он будет провоцировать агрессию, и тем больше он будет подталкивать Европу, Эстонию, Россию, мир к тем ужасным последствиям, которые мы все не хотим увидеть. Ну и, наконец, третий тезис. Не надо бояться. Ну, бояться вообще глупо. Страх ничего не добавляет, он парализует волю, парализует силы, мешает сопротивляться, и, как я уже говорил, страх провоцирует насильника на совершение насилия. Европа, Евросоюз, НАТО, Соединенные Штаты обладают подавляющим, подавляющим превосходством в любых мыслимых компонентах. Европа сильнее экономически, Европа сильнее технологически, Европа сильнее интеллектуально, Европа сильнее и в военном отношении, если мы говорим про конвенциальное оружие, чем Россия. У Европы нет ни малейших оснований чего-либо бояться и уж тем более демонстрировать свой страх. Если мы вспомним последние, за последние 10-15 лет достижения российской армии, то это позорное поражение в Афганистане, после которого пришлось оттуда бежать. Это две войны в Чечне, когда российская армия, имея подавляющее превосходство в авиации, танках, артиллерии, ресурсах, боеприпасах, людях, в конце концов, вынуждено было создать на территории Чечни фактически, фактически, де-факто, независимое государство во главе с Кадыровым и ежегодно выплачивать контрибуцию, деньги платить Кадырову, то есть фактически откупаться от этого государства. Последнее, самое последнее достижение российской армии, это Донбасс и Украина. 17 апреля господин Путин, верховный главнокомандующий, совершенно ясно сказал, что он понимает под словом Новороссия. Новороссия – это Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесские области Украины. Это территория нескольких европейских стран, выход к Черному морю – это то, на что были заявлены претензии, и то, что собирались забрать. Реально, реально, за полгода фактической войны российским наемникам и российской армии удалось захватить несколько районов Луганской и Донецкой области Украины, которые составляют 5% в одну двадцатую от той территории Новороссии, на которую господин Путин 17 апреля 2014 года заявил свои претензии. И этот «успех» был достигнут в ситуации, когда украинское государство находилось в ситуации полного развала, украинская армия, вообще трудно сказать, существовала ли она, единственное, кто воевал, это несколько добровольческих батальонов, плохо вооруженных и совершенно не обученных. И вот все, что смогла сделать российская армия, это 5% объявленной Новороссии, и даже не смогли забрать две области, которые хотели забрать. Еще раз повторяю, в ситуации, когда армии у Украины не было, командный состав, в лучшем случае наполовину, был составлен из агентов Москвы, а поведение президента страны Украины, прямо скажем, довольно сомнительно. Не верьте ни одному слову про какие-то 86, 96 или 196 процентов поддержки Путина. Поддержка Путина мне хорошо известна. Люди в России не любят Путина. Люди в России очень полюбили ту сказочно богатую жизнь, которой они жили последние 10 лет. Так, как жили россияне последние 10 лет, их родители, мои родители, не мечтали и не видели в сказочном сне. На страну обрушился поток нефтедолларов. По самым скромным оценкам, на Россию упало 2 триллиона, то есть 2 тысячи миллиардов нефтедолларов. И какой-то частью этих нефтедолларов чекисты и бандиты поделились с населением. В результате население стало жить гораздо лучше. И это ему, населению, понравилось. Это понравилось, а не какой-то Путин. Поэтому, когда человек сидит, жует семечки перед телевизором, тут издается телефонный звонок, алло, вы за Путина? Ну что он скажет? Ну, конечно, он скажет, что я за Путина. Если же говорить не про слова, а про действия, то я вам хочу напомнить про совершенно конкретные факты. В Москве 10-15 миллионов населения. В Москве с населением 10-15 миллионов населения. Так называемые коммунисты наши, так называемые наши патриоты ни разу не могли собрать митинг численности больше 5 тысяч человек. Если это не свозили автобусами с предприятий. Вот если сами там какие-то коммунисты в поддержку Донбасса, солидарность с Донбассом, солидарность с русскими, на Украине, вот если они что-то пытались в 10-ти миллионной Москве провести, они собирали 5 тысяч человек. Вы можете вспомнить, сколько людей собралось у вас от Таллина до Вильнюса, когда однажды вы решили стать цепочкой и взяться за руки. Думаю, некоторые из вас в этой цепочке и были. А все-то ваше население, господа, в три раза меньше населения Москвы с Московской областью. У меня, я живу в миллионном городе Самара. У нас тоже летом 14-го года, в тот самый момент, когда телевизор 25 часов в сутки рассказывал про то, что бандеровские фашисты на Украине распинают детей, жгут, давят танками и так далее, да, тоже проводили митинг солидарности с Донбассом, на котором собралось, ну, максимум 30 человек, я не оговорился, 20-30 человек. Я хотел принести фотографию, к сожалению, я ее не нашел, и мне придется вам рассказывать словами. Там была кларитнейшая картина, 20-30 человек, и там стояла некая дама. У человека две руки. В одной руке у дамы был красный флаг большевиков. На груди у дамы была кофточка с портретом государя-императора Николая II, убитого большевиками. Во второй руке у дамы был пластиковый пакет с английским юниан-джеком, с английским гербом. Флагом, извиняюсь, с английским флагом. Вот публика, которая в количестве 25 человек в миллионном городе, то есть в два раза больше, чем ваш Талин, могла собраться на митинг солидарности с Донбассом, если эту публику не сгоняли административным ресурсом и не свозили автобусами. Никакой поддержки нет. И Путин это понимает гораздо лучше меня, и совершенно не случайно в сирийской операции Путин, путинское окружение отказалось от использования сухопутных сил. Попытайтесь смоделировать ситуацию, когда в 68-м году Советский Союз отказывается от ввода наземных войск Чехословакии, ограничивается тем, что над Прагой будут летать самолеты. Или представьте ситуацию, когда Советский Союз отказывается от ввода в Афганистан наземных войск, а в Сирию побоялись ввести войска только потому, что Путин и все его окружение понимают, что общество не согласится даже с минимальными потерями. Люди хотят наслаждаться изобилием, которое им принесли 2 триллиона нефтедолларов. Никто в России не хочет умирать за Путина, никто не хочет и не будет умирать за так называемый русский мир, за какую-то Новороссию, за Нарву, Даугавпилс или что угодно. Народ хочет дальше сидеть перед телевизором, но проблема в том, что на телевизоре картинка та же, а в холодильнике содержимое уже другое. Российский рубль упал в два раза. Страна вваливается в тяжелейший кризис, и Россия превращается в бензоколонку, на которую перестали завозить бензин. Соответственно, я не вижу причин, по которым стоило бы опасаться того, что эта бензоколонка, на которую уже перестали завозить бензин, станет диктовать свою волю всему городу. Ну, только за тем исключением, если весь город сойдет с ума и потеряет остатки политической воли. Ну, вот, собственно, и все, что я имел вам сказать. И в завершение я хочу напомнить те слова, которые говорил президент Рузвельт, когда его первый раз избрали президента Соединенных Штатов. В своей самой первой речи он говорил, единственное, чего мы должны бояться, это собственного страха. Единственное, чего мы должны бояться, это собственного страха. Если Европа не будет провоцировать насильника собственным испугом, то и оснований опасаться чего-либо, если мы говорим про военную интервенцию, на мой взгляд, совершенно нет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ